Чтобы жителям Новочебоксарска не приходилось ходить, зажав на сыны, биологических очистных сооружениях, еще в 2011 году внедрили специальный автоматизированный комплекс по уничтожению неприятного запаха. Изначально оборудование работало на канадских реагентах. О том, как избавляются от неприятного запаха сейчас, в период санкций и импортозамещения, репортажи Ольги Пырочкиной. Растут камыши, плавают утки, летают стрекозы, квакают лягушки. Это не загородный пруд, это один из шлама-накопителей биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Когда данные шлама-накопитель только ввели в эксплуатацию, здесь не то что уток, вообще ничего живого не водилось. С начала работы очистных, то есть 1967 года, весь осадок, который оставался в отстойниках, свозили сюда. В итоге его накопилось более двух миллионов тонн. Именно шлака-накопители в ветреную погоду доставляли столько неприятностей жителям Новочебоксарска. В последние годы метод переработки осадка на БОС изменился коренным образом. Его перестали копить, а начали обезвоживать и сжигать. Накопленные ранее планируют рекультивировать. Заявка на включение в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба уже подана. Финансирование начнется с 2018 года. Ну а пока воздух очищают с помощью АКУНС, автоматического комплекса по удалению неприятного запаха. Был внедрен комплекс удаления неприятного запаха, который представляет собой дозирующую систему и систему распыления. То есть подаем специальный реагент, который разбрызгивается и нейтрализует образуемые неприятные запахи. Мы разбрызгиваем реагент, который нейтрализует такие запахи, как меркоптаны, аммиак, сероводород. То есть он вступает в взаимодействие с этими веществами и не то, что их заглушает, а именно нейтрализует. Реагент полностью безопасен, биологически разлагаемый. Раньше этот самый реагент был канадского производства, а теперь закупают российский. Он также соответствует всем требованиям и нормам безопасности. С помощью системы насосов, шлангов и форсунок реагент распыляют по всему периметру шлака накопителей, а это порядка 2 километров 800 метров. Работает система автоматически и в круглосуточном и периодическом режимах. Однако, чтобы попусту не тратить дорогостоящие материалы, комплекс включается по сигналу метеостанции при определенных погодных условиях. До тех пор, пока комплекс будет работать, новочебоксарцам не придется воротить нос. Разве что при шквалистых порывах ветра. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.